Всем привет! Сегодня у нас 20 августа 2022. Сегодня, кстати, день самого старейшего дерби столицы по футболу. Спартак Москва играет с Динамо Москва. Топим за Спартак. 17.30. Красно-белая Витязева сегодня со Спартаком. Ну а я на Пионерском проспекте в Анапе. И вот хочу сделать обзор моря и пляжа. Вот такой сейчас локации. Вот прямо у нас салют. Лагерь салют. И вот проход. Вот сейчас мы здесь пойдем. Я вам покажу эту сторону Анапы. А если в сторону Витязева смотреть, это вот Бемлюк. Не доезжая Бемлюка здесь с вороток. И на море проход. Машину поставил я вот здесь вдоль дороги. Ехал со стороны Анапы. Прерывистая линия. Повернул на Бемлюк. Развернулся. И дальше здесь поставил. Никаких знаков, где развернулся на Бемлюк нету. Может где-то там дальше есть знак. В остановке запрещено. Но я оттуда не ехал. Я вот ехал от Бемлюка. Развернулся. И здесь спокойненько поставил машину. Здесь видите все поставили. Итак, вот идем смотреть вот этот проход. Этот проход я ни разу еще не показывал в этом сезоне к морю. Вот еще раз берем. Салют лагерь напротив. Сандвилла. И море лето. Вот табличка море лето. Прямо напротив таблички море лето. Указателем туда. Вот мы по этому проходу идем. Шлагбаум здесь закрыт. Закрыт проезд. Справа Сандвилла. Знак пешеходная зона. И вот этот проход. Вот здесь мы и идем к морю. Прямо отель Робинсон. Как видите, свежий асфальт закатали. Плиточка тротуарная. А вот это Сандвилла. Свежие домики. Свежий отель. Вы видите, свеженько, цивильно все выглядит. Столбики. Плиточкой обделали. Сами, сама гостиница, гостевые дома. Таким отделочным кирпичом под кирпич. Как видите, здесь никаких палаток, никакой инфраструктуры. Слева забор с колючей проволокой и недостроили. Может, спортивное сооружение не дострою. Потом в следующий раз расскажу про него. Просто сейчас времени особо нет. Надо еще в Витязево смотаться. Потом в полчетвертого Анапу. И в 5.30, в 17.30 успеть на футбол спорта Динамо. Выпить пивасика, поболеть. Вот видите, вот так у нас идет. В основном обратно туда нет. Вот здесь уже цветочки возле Робинсона высадили. Робинсон прямо на первой береговой линии располаган. Даже ни одной палатки. Вот впереди, перед самыми дюнами и барханами, еще есть палатка. Сейчас мы посмотрим, что продают у нас. Ветерок такой. Посмотрим, какое море. Ветерок на меня дует, я иду к морю. Значит, с моря ветер. Чувствуется, здесь никаких настилов деревянных не будет. Но посмотрим. Это клеммонад, кофе, фреш, пиво. Слойки кукурузы. Стандартный набор. Вот, пожалуйста. Пиво светлое, светлое, темное. 110 рублей. Квас 0,230, 0,550. Лимонад 30, 0,250, 0,5. Мохито 250, 0,5. Бинокола 250, 0,5. Ну и напитки. Пиво Бат-130. Бутылка Хозер 140. Чипсы ЛС-240. А вот такие ценочки. Мороженое, водичка. Мороженое, 120. Водичка. О, 0,550 стоит 10. Оцените, можете остановить, посмотреть. Сок 150. О, 0,550. Мороженое. Круг и небольшой ассортимент принадлежности. Какой-то даже детский корабль. вот видите какое-то старое бетонное покрытие здесь видимо дорожка была ходила, никто конечно не реставлирует но про навесы я вам говорил, но оказывается настилы, точнее навесов-то нету, настилы есть узенькие, играющие, но есть сложно конечно вот так сейчас идем напротив разойтись среди этих настилов придется одному сходить округу видите как бы уклона нет такого дюны бархана здесь невысокие спокойненько пройти ну пока это одни из самых худших настилов, что я видел, но зато они плотненькие такие лежат конечно все вот видите, играют, точнее не играют, а волнообразно всякое играть-то они не играют, уже спрессовались тут с песком ну хорошо что есть, были проходы и вообще нет настила и вот слева сразу пляж санатория отеля море лето Краснодарский проспект, Дон 20, помещение 4, площадь пляжа 10 тысяч квадратных метров количество мест 500 директора не обязательно рекламировать с 8 до 8 вечера график работы заходим отдыхаем вот видите здесь туалет, переодевалки, вот место для курения под навесом здесь деревянные заботчики эти из эко-материала здесь железный, металл халявный еще раньше не был ну вот так ничего особенного грибочки, навесики, стандартные белые лежачки стандартные белые лежачки посмотрим сейчас еще вот видите, здесь даже навесы вот, навесы, навесы все тянет настилы идут даже вдоль моря фелисита сели, поели, стали, посадили фелисита так ну это у меня итальянское сразу с детских времен всплыло в голове вот так здесь все открыто ну такой море лето новый отель разрекламировали но пляж, конечно да потопненький все открыто вот навес кафе стульчики медицинский спасательный пункт волейбольная сетка и все дела ну вот народу как видите вот здесь хорошо дальше есть народ и вот на против эра ну и здесь дальше все народу нет но имеет смысл приблизиться к морю посмотреть что тут а море и здесь картина безрадостная точнее я бы сказал плачевная и удручающая вот вы видите все вот водоросли камка вот так надо идти вот мальчонки развлечения вот смотрите как ярко зацвело все но запаха пока нету вот 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 такая картина и дальше туда я смотрю там туда я сядю куда я сейчас не пойду да здесь пройдем здесь где удастся получше искупаться Да, витезио такого нет получается и дальше по пионерскому уже отъехали, уже за дельфинарий от Анапы получается и все равно вот такая вот картина. Смотрите, делаете вывод, кто-то отлежит, купается, радуется жизни, отпуску. Я не знаю, я еще чуть-чуть, конечно, пойду, мне надо переодевалочку где-то, чтоб переодеться и купаться. Но я, конечно, не побрезгиваю и через это пройду, тем более что дальше там чисто, но у берега вот такая картина не чистит, он же скоро завоняет, зацветет, но зато вот уже строят дети не из песка, а из полезной органики, вот такие пирамидки. Так, вот у нас пляж Филисита, вот здесь скорее всего я пойду и переоденусь сейчас, ну и пойдусь дальше, там где-то уже искупаюсь. Ну вот дальше иду, в 500 метров пошел кардинальная картина, в сторону Анапы, кардинальная картина не меняется. Вот такая красотень, не хватает кувшинок здесь, или лотосов, вот как ездят на озеро лотосов, они вот так же вот здесь, красиво смотрятся, но вот здесь не хватает лотосов, правильно. Я уже отошел, я уже отошел. Так, ну люди вот сюда, здесь поближе лежачки перенесли. Так, еще, еще чуть-чуть вдоль моря пройдем, там больше народу может, а скорее всего там уже нету. Ну а здесь все вот так пока, вот так. Здесь радует, что здесь не так, где это вот, под берега, 5 метров, все дальше чисто, здесь уже как бы получше ситуацию. То есть видите, идем 500-700 метров, ситуация меняется, там было на 30 метров растянуто, здесь 5-3 метров, здесь уже практически совсем нету, вот видите. Ну то есть тут от структуры дна, от течения зависит, от берег, как говорится, вымыт бухточкой или нет, и вот туда прибивает. Здесь уже вот опять есть, то есть вот тут вам иду и показывают реальную картину где-то. Так, ну что, похоже, наверное, где вот народ, надо мне искупаться. Уже километр в сторону Анапы отошел. Я думаю, это достаточно и показательно вам рассказать про этот отрезок пляжа на Пионерском проспекте. Ну и потом уже непосредственно, значит, покажу и расскажу, когда искупаюсь. Но есть предчувствие, что море, как и вчера, очень теплое и классное. Так, ну что, вот я искупался. Да, как я и предполагал, море классное, теплое, отличное, чудесное море. Молгей остановился напротив пляжа пансионата София. Там море чистое. В плане ощущений море радует. Ну и сейчас я вам покажу непосредственно, как это море выглядит. Ну и вот подходим к берегу. Видите, сразу здесь уже чисто. Там 20 метров водоросли, откуда что начиналось. Откуда там будет продолжаться, я уже не знаю. Потому что здесь Пионерский проспект. Обзор не сделаешь за раз. Это будет длительное, утомительное видео. Ну и по времени это надо много. Вот я прохожу, показываю вам море. Отдельные водоросли, конечно, плавают. Ну а так море прозрачное. Видно видно, чистое море. Чистое, приятное, теплое, классное. Вот тут еще раз скажу, это вот напротив пансионата, на пляже пансионата София. Это можно здесь, кстати, пройти через арку Кристалл Уют на Пионерском проспекте. Я там прошел через другой проход к морю. А здесь можно вот непосредственно, вот где Кристалл Уют. Это напротив Дельфинария. Ах, вот здесь стал Ют Пионерский проспект. Проходите, выходите вот прямо сюда. К Чистому морю вправо. Пойдете к Витязя. Вот там я уже показывал вам это водоросли. Ну и море еще раз чуть-чуть пойду, покажу. Вот и народу здесь сразу существенно побольше, чем там, где я обозревал. Вот так картина неожиданно поменялась. Конец августа. В многих местах море зацвело. Что, конечно же, это не радует отдыхающих, да и вообще просто людей. Поэтому вот в ситуации какая есть. Чистые пляжи найти еще раз я вам покажу. Найти можно. Даже вчерашний обзор мой Анапы. Вот возле Анапы реки влево вправо водоросли. Вот там вообще большие тучи. Метров на пятьдесят в море все протянуло. А к пирсу вот уже подошел. Ну там уже нет в сторону Краснодарской улицы, в сторону Морфорта. Если идти там уже водоросли не было, вот такое же было море, как и здесь. То есть вот видите, местами. Но еще в заключении вот вам все-таки хочется показать вот этот пляж санатория София. Так он крупный санаторий. Стоит на Пионерском проспекте, прямо напротив Дельфинария. Круглогодичный медицинский центр там сильный. То есть круглый год медицина принимает и сам санаторий. Ну а пляж это вообще что-то какие-то слезы. Узенькая территория совсем. Узенькая, ладно. Никакой инфраструктуры. Вот посмотрите. Лежаки. Вот лежак, навесы, переодевалка, арочка такая без надписи. И здесь также навес, лежаки. Все. Спасательный пункт с информацией. Все. Ни площадки спортивные, ни детской площадки. Ни душевой. Ни какой-нибудь кафешки. Даже какой-нибудь, ну просто я не знаю, холодильник бы с напитками поставить. Вот что-то прям уж очень аскетично выглядит все это. Ну вот такая вот ситуация. Выбирайте где отдыхать. Ищите чистое море. На сим разрешите. Позвольте раскланяться, прокланяться, отрапортоваться. Так что топлю за Витязево. Welcome to VITIZO Village. А сегодня топим в 17.30 за красно-белый Спартак Москва в старейшем дерби Москвы, столицы с мусорами из Динамо Москва. Вперед, Спартак! Вперед! Вперед!